Как вы понимаете, что влюбились? Одно дело влюбленность, другое любовь. Первое может появляться часто и проходить быстро. Второе, если человек полностью понимает не только химией, но и мозгом, что его партнер подходит ему для жизни вместе. Несмотря на то, что нужно уметь самому дарить любовь, считаю, что она не будет достаточно раскрытой и велика в вашем сердце, если нет такого же взаимного чувства любви в отношениях. Это будто вы друг другу даете по конфете, и важно, чтобы у каждого, если пусть и не равное, но точно то число конфет, которое устраивало бы обоих одновременно, например, вам самим достаточно пяти штук, чтобы чувствовать удовлетворение, а вашему партнеру семь, и вы действительно готовы дать их, а человек этим дорожит. Или наоборот ситуация, вы поняли. По личному опыту, любовь это топливо, на котором строятся ваши отношения, потому что ради доброго, любимого человека вы будете готовы идти на компромисс, узнавать его и прочее. Не забывайте также, что влюбленность это скорее тяга к тому образу, который есть в вашей голове, а любовь это четкое понимание того, какой человек перед вами, с какими он недостатками и достоинствами, и это взаимно. Вы можете быть с тем, кто не принимает что-то в вас, однако из-за этого у вас могут быть конфликты, ведь образ в голове другого не совпадает с реальностью. Поэтому лучше не сдаваться и искать того человека, с которым вы будете готовы работать. Говорите, с которым у вас будет взаимное уважение и принятие. Я влюбился в своего друга и постепенно начал это осознавать, когда меня стало к нему все больше тянуть. Без него было грустно, а рядом с ним так спокойно. Он оказался натуралом, но мое откровение воспринял очень легко. Еще позже я осознал, что это была платоническая любовь. У меня чувство как к котенку, мне все время хочется его обнять. Уже три года так. У меня еще в школе была бывшая одноклассница, ее просто ненавидел. Всеми фибрами души. Но потом в пятом классе она перешла в параллельный класс из-за нашего классного хулигана. Я заметил, что она начала меняться и при виде ее у меня захватывало дыхание. Она стала такой красивой, будто сошедшая с картины рождения Фродиты. Белокурая, как снег. Я вплоть до окончания школы был в нее безумно влюблен. Она снилась мне во снах. Я не знаю, где она сейчас, я несколько раз видел ее у себя в лице, и она уже не так сильно меня захватывала. Наверное, приоритеты и вкусы поменялись. Я человек влюбчивый, поэтому у меня в основном была влюбленность, и только единожды она переросла в любовь. Но скорее я влюбился не в девушку, а во внешность. Хотя даже не во внешность, а в ее улыбку. Надо отметить, что все, что было в ней, мне казалось идеальным, начиная ее физическими параметрами и заканчивая манерой речи. Конечно, были у нее и недостатки, как кривая осанка, но черт возьми, как же умело она позировала, что я был очарован ею. И эта любовь к ней была настолько сильна, что у меня хватило духу предложить ей сходить куда-то. Очевидно, что последовал отказ, но принял я его спокойно. Однако сердце не отпускало ее. Мысли о ней такие и покидали не меня, что ранило меня. Пришлось побороть чувства и забыть ее, что я, к счастью, сумел. Проходит три года, и мы снова встретились. С тех чувств уже не осталось. Но пообщались чутка и вроде бы все. Но во время разговора ее улыбка вновь разожгла пламя моих чувств. Прошло шесть месяцев, я все безуспешно тушу это пламя. Боюсь, я уже буду сожжен до конца и останется от меня лишь пепел. Этой осенью я впервые по-настоящему влюбилась. Его смех, улыбка, голос, глаза, браслет на запястье, нос, губы, волосы. Все это мне в нем нравится. Когда он здоровается, благодарит, говорит. Это всегда поднимает мне настроение, каким бы оно ни было. Помню, как мне сказали передать ему его кофту. Я почувствовала такую ответственность за его вещь. Хотя надо было пройти всего полтора метра до его парты. Чувство влюбленности такое превосходное. Когда вы с ней проговорили восемь часов по телефону. Когда ты плохо себя чувствуешь, она гладит тебя. Когда ты смотришь на ее фото или на нее, ты улыбаешься и в сердце тепло. Когда она твоя мотивация двигаться вперед. Когда она тебя поддерживает в трудную минуту. А ведь она всего моя подруга, с которой у меня даже и шанса нет начать отношения. Я нашла компанию людей и осознала, что люблю их. Это невозможно описать словами. Я никогда ничего подобного не испытывала. С самого нашего знакомства с первого дня эти ребята стали незаменимы. Я даже не представляла, что такие замечательные родственные мне души могут существовать. И что я вообще достойна общения с ними. Я искренне люблю их. Они полностью изменили мою жизнь и взгляд на нее. Каждая секунда, проведенная с ними, просто бесценна. Эти ребята прекрасны. Спасибо тебе, вожатский отряд. Лететь. Я тоже недавно влюбился. Я часто с ней разговариваю на переменах в школе. Но если честно, то я не уверен в ее заинтересованности по отношению ко мне. Я там посмотрю, что с этого получится. Если я замечу то, что она холодно ко мне относится, то лучше бросить эту попытку понравиться человеку. Ведь я не виноват, что не нравлюсь именно этому человеку. Мне кажется, что влюбленные часто сфокусированы на предмете своей любви так, что не замечают сигналы от других людей, которые могут быть потенциально влюблены в них. Влюбленность, когда вы оба считаете друг друга идеальными. Любовь, когда вы принимаете все недостатки друг друга, но принимаете даже их, постепенно создавая из минусов плюсы. Чтобы достичь этого, не хватит недели, месяца, года. На это надо потратить много времени и сил, но это, как правило, не идет в тягость. По крайней мере, мне доставляет удовольствие вспоминать, что было в начале моих отношений и что стало сейчас. Желаю всем найти свою настоящую любовь. Будьте счастливы. Когда поняла, что от одного его присутствия у меня поднимается настроение, насколько бы плохим оно ни было. Его глупые, но от этого не менее очаровательные шутки всегда вызывают во мне смех и улыбку, даже если 10 минут назад я готова была расплакаться. Когда поняла, что с нетерпением жду каждый вечер, чтобы поиграть вместе в Дискорде. А еще он очень внимателен к другим людям. Печально, конечно, что сейчас он вряд ли воспринимает меня больше, чем просто хорошую подругу. А рисковать нашими дружескими отношениями я точно не стану. Я поняла это, когда я упала, а она так сильно смеялась, что упала об меня. А я поняла, что только ради звука ее смеха и ее улыбки я готова падать сколько угодно и травмироваться от этого сколько угодно. Лишь бы она не переставала смеяться. К слову, мы потом встали вместе, держась за обе руки и потянув руки на себя, отчего посмеялись еще сильнее. Когда он тебе пишет, у тебя автоматически улыбка. Когда ты сама начинаешь проявлять инициативу. Когда ты хочешь порадовать его вкусным ужином или кофе в постель. Когда ты не боишься заболеть, ухаживая за ним простывшим. Когда ты готова поддержать его в его начинаниях и помочь ему в реализации его планов и идей. Когда ты ждешь встречи с ним как лучшего, что случится за день. Я как-то влюбился однажды. В итоге измена, взвел собаку, сделал тату на всю спину. По новой начал заниматься боксом, борьбой и бегом. Я делал все, чтобы забыть ту боль. Недавно взял КМС. Откладываю деньги на путешествие в Амстердам. История состоявшегося мужика, но мне только 18. К сожалению, сложно влюбиться второй раз, когда первый был максимально неудачным. После этого перестал чувствовать любовь даже к своим любимым хобби, который я всем сердцем обожаю. Но интерес ко всему пропадает в жизни. И следовательно пропадает свой смысл жизни и те эмоции и действия, которые продвигали меня в жизни. Сейчас все в частности наоборот. Надеюсь временно. Влюбленность и правда двигает тебя вперед повсюду. Но все это так временно. Если, конечно, жестко не повезет. Я влюбилась три раза в одноклассников. Первый раз во втором классе, второй и третий в пятом. И все разы я ощущала одни и те же чувства. Когда человек рядом, начинаешь улыбаться, смущаться и появляется влюбленное волнение. Если ты иногда вспоминаешь его, то появляется то же самое, но в легкой форме. А когда это происходило долго, то эти чувства потихоньку испарялись. Наверное, из-за отсутствия взаимности. Все три раза были с соседями по парте. При том, что последние пацаны были отбитыми придурками. Моя история про начало моих отношений с парнем. Мне было тогда 15, ему 19. Он приехал специально, чтобы погулять со мной в другой город на два дня. До этого мы не виделись, лишь переписывались и созванивались. Первый день общения было максимально неловким. Мы оба интроверты и большую часть времени общаемся по инету. Так вот, на второй день он предложил мне встречаться. Я не ожидала этого. Отношений у меня никогда не было, и я ответила. А, ну хз, думаешь, получится любить на расстоянии? Он. Да, ты мне нравишься, надо попробовать. Я. Ну окей. Только я, если что, скажу, если мне кто-то другой появится. Черт знает, чем я думала тогда. Мне до сих пор очень стыдно за этот ответ. Мы с ним до сих пор встречаемся, и временами он напоминает мне об этой истории. И смеется, наблюдая за моей реакцией. Знайте выражение «от ненависти до любви». Вот со мной именно то самое. Приготовьтесь, дальше будет много поэтизма. У меня есть одноклассница, с которой я очень быстро испортил отношения в началке. Я часто с ней спорил, относился к ней неуважительно. В общем, в седьмом классе мы друг к другу подобрели. Перестали спорить, просто не контактировали. И в какой-то момент я просто неожиданно начал обращать внимание на нее. Я понял, что она очень классный человек. Ее русые волосы, голубые глаза. Она мне снится стала. Я понял, что въехал я сильно. А потом я, дурак, ей рассказал. Она сильно удивилась. Потом я просто стал очень надоедливым. Сейчас я понимаю, что я сделал не так. И я хочу все исправить. Мне уж плевать, будет ли она моей девушкой. Я с ней хотя бы дружить хочу. Мне, правда, очень жаль. Сейчас мы не общаемся. Но я стараюсь делать все возможное, чтобы сблизиться с ней. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...